Премию Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике в 2018 году присудили Уильяму Нортхаусу из Еля за интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ, а также Полу Ромеру из Нью-Йоркского университета за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ. Хотя оба лауреата внесли вклад, как видно, в долгосрочный макроэкономический анализ, они занимались довольно разными вещами. Нортхаус изучал взаимовлияние экономического роста и изменений климата, а Ромер занимался изучением того, что приводит к экономическому росту. Собственно, этот вопрос, что же лежит в основе экономического роста, подоражит умы не только ученых, но и широкой публики. Почему одни страны развиваются гораздо успешнее и оказываются в долгосрочном периоде гораздо богаче, чем другие? Экономисты еще в середине XX века установили, что виноват в этом технологический прогресс. Но откуда берется технологический прогресс? По мнению Ромера, ключевую роль здесь играют знания. Знания как товар отличаются двумя важными характеристиками – несоперничеством в потреблении и неисключаемостью. Несоперничество в потреблении означает, что если один человек уже использует этот товар, то любой другой человек может точно так же использовать этот товар. Применительно к знаниям это довольно понятно. Если я знаю теорему Пифагора или результаты какого-то эксперимента, точно так же, без всякого ущерба и для меня, и для знания, это знание может принадлежать и другому человеку. Неисключаемость означает невозможность исключить из потребления товара какую-то группу людей, например, тех, кто за него не заплатил. Применительно к знаниям это может показаться довольно странным. А как же патенты, защита авторского права людей и фирм? По мнению Ромера, уже само существование патента является превращением знания. Ведь в патенте в общих чертах указана информация о том, что именно было сделано. А этого уже может быть достаточно для того, чтобы побудить конкурентов попробовать воспроизвести такой же товар или услугу, и, может быть, найти способ сделать это дешевле. Получается, что знание — это такой товар, который распространяется беспрепятственно. Наличие этого стимула приводит к постоянному потоку исследовательских идей и новых разработок к приращению знания. А поскольку производство знания возможно только при участии человека, во всяком случае пока, это означает, что важнейшую роль играет человеческий капитал. Напомним, что человеческий капитал — это знания, умения и навыки, которые есть у каждого человека и которые он использует для производства экономической ценности. Какие же уроки мы можем извлечь из исследований Пола Ромера? Государство может способствовать развитию человеческого капитала, обеспечивать хорошее образование и здравоохранение, ведь больной человек не очень продуктивен. Кроме того, государство должно поощрять вложения в фундаментальные исследования, поскольку именно они являются важным источником общего знания и позволяют продвигать вперед другие исследования и разработки. Очень важно также обеспечивать собственно патентную защиту новых исследований и разработок, иначе человеческий капитал будет перетекать в те страны, где такая защита есть. Наконец, важно содействовать открытости экономики, потому что это означает не только перетекание товаров и услуг, но и обмен идеями, что и лежит в основе технологического прогресса и экономического роста. Уильям Нартхаус был одним из первых экономистов, кто стал говорить о том, что изменение климата представляет собой серьезную, глобальную и долгосрочную проблему. Если рассмотреть атмосферу Земли, климат, как природный ресурс, некоторый товар, то легко видеть, что она тоже обладает несоперничеством и неисключаемостью в потреблении. Атмосферу Земли используют все, но при этом она никому не принадлежит, на нее невозможно установить права собственности. Таким образом, климат обладает теми же характеристиками, что и знания, но с одной принципиальной разницей. Если производство знаний одной фирмой создает технический прогресс, который положительно влияет на все остальные фирмы и человечество в целом, то выбросы парниковых газов со стороны одной фирмы увеличивают температуру поверхности Земли и в перспективе приводят к большим издержкам от изменения климата, ухудшая положение всего человечества в целом. Чтобы добиться оптимального исхода для общества в целом, нужно сделать выбросы более затратными для фирм. Если издержки каждой фирмы по выбросу дополнительной тонны парниковых газов в атмосферу будут в явном виде включать в себя тот ущерб, который они нанесут человечеству, пусть даже в очень отдаленной перспективе, то тогда стимулы и решения фирм будут согласованы с тем, что выгодно обществу в целом. Это можно сделать, либо введя налог на выбросы, либо создав рынок для торговли квотами на выбросы парниковых газов. Но в любом случае необходимо знать эти самые общественные издержки. И вот Нордхаус как раз предлагает посчитать их, используя так называемые интегрированные оценочные модели. Такая модель состоит из двух секторов – экономического и геофизического. Их долгосрочное взаимодействие можно описать определенной системой уравнений. Во-первых, экономические процессы, инвестиции в физический капитал, которые создают экономический рост, влияют на геофизические процессы, на углеродный цикл. Ну, действительно, выпуск связан с выбросами в атмосферу парниковых газов, которые, перемешиваясь в этой самой атмосфере, повышают свое радиационное воздействие и тем самым способствуют повышению температуры поверхности Земли. Во-вторых, геофизические процессы влияют на экономические переменные, потому что рост температуры в долгосрочной перспективе приводит к большим потерям общемирового выпуска, прежде всего из-за повышения уровня моря и увеличения частоты стихийных бедствий. Фактически климат в этой модели рассматривается как разновидность капитала, поэтому у общества есть выбор между потреблением и снижением выбросов. Чем сильнее сегодня снизить выбросы, тем, конечно, меньше будут выпуск и потребление сегодня. Но зато тем меньше увеличится температура через 50 лет, и тем меньший урон от изменения климата ощутит общество через 50 лет, и тем выше будут выпуски потребления будущих поколений. То есть наше общее благосостояние неявным образом зависит от величины выбросов. Модель позволяет численно оценить, насколько хуже обществу станет от увеличения выбросов на одну дополнительную тонну. А это и есть величина оптимального налога на углерод, или социальная стоимость углерода. Понятно, что эффект от сегодняшнего снижения выбросов проявится только через десятки лет. Потребление надо сократить сейчас, а выгоду от этого получат только будущие поколения. Поэтому оценка социальной стоимости углерода критическим образом зависит от того, как наше общество сопоставляет затраты и выгоды, относящиеся к разным моментам времени. Чем больший вес мы придаем нашим будущим поколениям, тем активнее должны быть сегодняшние меры по борьбе с изменением климата, и, соответственно, тем выше социальная стоимость углерода. Но огромная проблема в том, что ответ на вопрос, как сильно общество ценит свое будущее, не лежит в экономической плоскости. На него нельзя ответить, исходя из любых разумных экономических соображений. Любой ответ на этот вопрос будет связан с этическими представлениями нашего общества о межпоколенческой справедливости. Поэтому, хотя модели Нордхауса позволяют рассчитать оптимальную климатическую политику, они не могут нам помочь ответить на главный вопрос, насколько наше сегодняшнее общество готово заботиться о будущем планеты. Но в любом случае, работы Нобелевских лауреатов 2018 года помогли нам очень сильно продвинуться как в понимании причин и механизмов экономического роста, так и в анализе оптимальной государственной политики, направленной на устойчивое развитие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...